Давайте откроем Матфея, 5 глава, 17 стих. Мы продолжаем Нагорную проповедь. Вы помните? Не думайте, что я пришел разрушить или нарушить закон. Или пророков. Не думайте, даже не думайте, даже не думайте об этом. Некоторые думают, что Иисус пришел нарушить, разрушить. Ну, он бунтарь, наверное. Не нарушить пришел, но исполнить. Смотрите внимательно. Исполнение Иисусом Христом, оно подразумевается что-то. И он говорит, кто мои ученики? Они следуют за мной. И он собрал всех на... И он говорит, я не нарушаю. Я просто поясняю и объясняю. Закон, он добр. Не нарушить я пришел. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, действует закон. Скажи, закон действует? Пока небо здесь. Вы выходите на улицу, вы видите небо? Вы землю, по земле ходите? Закон действует. Он дан для земли. Земным людям. Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Не пройдет. Она не будет пренебрежена, она не будет унижена. Йота – это самая маленькая буква. Запятая. Черточка. Настолько Бог, Он трепещет над Словом Своим. Настолько Он желает, чтобы мы Его исполняли. Настолько мы должны Его исполнять. И дальше написано. Пока не исполнит все. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих? И он говорит о законе малейших. Самое интересное – это малейшие заповеди. Он не говорит о заповедях, которых Он дает. Он говорит о законе. Он дает закон, как малейшая заповедь. Не убей. Не прелюбодействуй. Да? Не пожелай. Это закон. Это правило нашей жизни. Десять заповедей, в которых мы должны жить, в которых должны находиться. И он говорит, слушай, кто малейшего этого не исполнит, не может стремиться о большем. Это просто. Мы должны стремиться о большем. Мы должны идти к большему, идти и стремиться о большем. Но смотрите. Если будете учить так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто соблюдет, сделает и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. И это не на земле. Заметьте. Послушайте внимательно. Это не на земле. То есть, другими словами, закон, он добр. Законом мы познаем, что грех, он настолько ужасен, и он разделяет человека с Богом. Иисус пришел не для того, чтобы мы грешили, а для того, чтобы мы были свободны от греха. Чтобы мы перестали грешить и перестали делать. Но как мы узнаем, что грех, он есть? По закону? Посредством закона. Посредством Иисуса Христа я освобождаюсь и начинаю жить по-новому. О, если бы я сразу перешел на небо. Но я живу здесь, на земле. И ни одна йота, и ни одна черта из закона, она не пройдет. Она должна исполниться вся. Чем? Кем? Мной. Смотрите дальше. Я хочу, чтобы вы прочитали дальше. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется. Царствие Небесное. А кто сделает и научит, это говорил Иисус, это не говорю я. Это говорил Иисус в Нагорной проповеди. Когда Он не учил в синагоге, Он не читал из Библии, Он просто учил. И учение Иисуса Христа дай и аминь. Это слово, которое должно исполняться. Смотрите внимательно. А кто сделает и научит, тот великим назовется. И знаете, чему учил Иисус? Чтобы легко исполнять закон, надо любить Бога. Правильно? Чтобы любить Бога, чтобы исполнять слово и заповеди, надо любить Бога. А любовь Божья, она открылась нам в Иисусе Христе, что Он отдал Сына, чтобы всякий противящийся мог обитать у Него. И знаете, что такое противящийся? Это язычник. Язычник – это тот, который был беззаконник, живший без закона Божьего. И дальше интересная вещь. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто соделает и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев». Что такое праведность? Возле Него сидят грешные люди. Они живут все по закону. Нет. Кто из них был рыбак? Кто из них был простой человек? Кто был? И Он учит их. Он говорит, что вы должны совершенствоваться в праведности Божьей. Если вы мыслите зло... Вы помните, я говорил о Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – это желание Бога. Это жажда по Богу. Нагорная проповедь – блаженство – это когда ты жаждешь Бога. Счастлив ты, когда только жаждешь Бога. В твоей жизни, если жажда есть другая, если твои слезы по другим вещам, то и плохо будет. Но если у тебя есть жажда по Богу, тебе легко исполнять все. Блажен, счастлив. И Он учит о счастье. Я хочу быть счастливым. Кто из вас хочет быть счастливым? Весь мир ищет счастье. Но кто-то думает, заработаю много денег. Нету в этом счастья. Сделаю и построю себе дом. Нету в этом счастья. И Он говорит, счастье – это когда ты любишь Бога. И ходишь с Богом. Ты уже счастлив. Тебе уже ничего не надо. Ты уже счастлив. Ты уже блажен. Ученики слушают Его, и они говорят, вау, мы блаженны. Когда даже проповедуем об Иисусе Христе, мы блаженны и счастливы. Мы счастливы, мы счастливы. Но самое интересное, Он говорит, а теперь думаете, что я разрушить хочу это все? Нет. Исполнение закона, оно ведет нас дальше. Смотрите, Он говорит дальше. Если ваша праведность не превзойдет праведности, вы знаете, что они праведны были? потому что они жили по закону. А Я пришел вас научить, чтобы праведность ваша превзошла их праведность. О, слушайте внимательно. Прав не тот, кто думает, что Он прав, а прав тот, кого оправдывает Бог. прав тот, кого оправдывает Бог. Мы оправданы Иисусом Христом, и теперь наша праведность должна возрастать. И Библия говорит, что мы должны упражняться в чем? В чем, скажите мне? В чем мы должны упражняться? Кто из вас помнит? А? Нет, не в вере. Вера у всех есть. Упражняться в чем? Праведности, святости. Это хорошо и угодно. Это Богу хочется, чтобы мы совершенствовались. Почему? Потому что если мы называемся номинально христианами, но мы злимся, делаем все, раздражаемся и так далее, живем как хотим, слушай внимательно, не за это Иисус умирал. Благодать. Не за это Иисус умирал. Нет, этим мы спасаемся от той прошлой жизни, чтобы жить в новой жизни, потому что мы любим его, потому что мы счастливы с ним. И вот когда ты счастлив, по-настоящему твоя жизнь, для того и дана, чтобы исполнить закон. Как мы исполняем? Давайте прочтем. Вы слышали, что сказано древними? А я говорю вам, если думаешь даже, слушай внимательно, он говорит, что закон, он судит не внешнее наше, а внутренности наше. Оно должно изменить нас изнутри. Если ты меняешься только внешне, ты можешь причесаться, ты можешь умыться, ты можешь помыться, но внутри ты остался тот же. Но Иисус не для этого пришел. Знаете, мы делаем христиан такими, мы вылили на них воды, они чуть-чуть умылись, смылись в них грязь, но внутри они остались такими же. Но Иисус говорит, я пришел для того, чтобы на вас сошел Дух Святой, чтобы вам хотелось жить совсем по-другому. Вы примите силу, когда сойдет, и вы станете мне свидетелями. Свидетель – это тот, который свидетельствует о нем. И вы помните, что он в Нагорной проповеди говорит о свидетельстве. Вы будете блажены, когда вас будут всячески гнать, злословить за имя мое. Правда? Но у вас нету силы. Когда вы примите силу, тогда вы станете свидетелями, потому что есть сила для исполнения всего, и это Дух Святой. Вы знаете, почему он называется святым? Потому что он Божий. Это его праведность. Библия говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которому вы запечатлены. Что может оскорбить Духа Святого? Моя жизнь греховная. Если я остаюсь во грехе, я не хочу меняться, не хочу изменяться. Слушай внимательно. Если моя жизнь остается прежней, значит, что-то не то. Что-то в моей жизни происходит не так. Библия говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. О горнем помышляйте, а не о земном. Хорошо. Аллилуйя. Дальше Иисус вычит на горное проповедь. Он говорит о шестой заповеди. Вы слышали, что сказано две древними, не убей? А он говорит, если злишься напрасно на брата своего, он ничего тебе не сделал, но допустил дьявола, допустил зло в сердце свое, негативно думать, обижаться. Это не закон. Это круче. Слушай внимательно. Это то, что говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби ближнего, как в этом законе пророки. Слушай, я не верю, что ты исполнитель закона, если ты злишься. Я не верю, что ты любишь брата своего, если у тебя есть негодование на него. Если у тебя вылетают плохие слова. Я не верю этому. Потому что он говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности, мы совершенствующие. Если я согрешил, и Библия говорит, я согрешаю, то я имею ходатай Иисуса Христа для того, чтобы очистить мое сердце. Я прихожу к нему, Господи, прости, что я помыслил зло, что я обидел кого-то, что я неправильно поступил. Прости меня. Что я прошу прощения? За мысли свои, за чувства свои неправильные, за желания свои неправильные. Смотри, я говорю вам, всякий гневающий на брата своего напрасно будет подлежать суду. кто же скажет брату своему, дурак, безумец, глупец, просто скажет брату своему, ты ничего не понимаешь. Пустой человек. тебе силы нет. Вот поэтому я говорю, закон он настолько велик, настолько силен. Смотрите дальше. И рака подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вы знаете, что такое гиена огненная? Нет. Это туда сбрасывали трупы. Их убивали, а потом сбрасывали. Просто выбрасывать на свалку. Это все. Это непригодный человек. Он подлежит гиене огненной. Нельзя делать с теми людьми, которые на всех говорят, что они ничего не могут. О, лучше терпеливый. Итак, если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, и ты виновен. Он имеет против тебя, потому что ты знаешь, что ты сделал. А откуда я узнаю, что я сделал? Из закона. О, тебя может не осуждать твоя совесть, потому что она сожжена. Но если ты обидел его и не попросил прощения, даже если ты прав, дорогой мой, даже если ты самоуверен, то ты не говоришь, что ты любишь. Слушай внимательно. Иисус говорит, «Ваша праведность будет больше, чем у фарисеев. Потому что я пришел, чтобы ваша праведность стала больше. Потому что Илья был забран на небо, и вы тоже будете забраны через некоторое время. оставь твой там дар и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим. Даже если прав. Мирись с соперником, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник тебя не отдал судье, а судья не отдал тебя слуге, и тебя не вергли в темницу». Вы знаете, почему люди идут к судье? Потому что они не уверены в своей правоте. Их надо, чтобы рассудили. Если ты не уверен в своей правоте. Вы помните, Иоанн был уверен в своей правоте, но когда он разговаривал с Богом, он сказал, «Раскаиваюсь в прахе и пепле». Когда я понимаю, что на меня приходит суд, я должен понять, что я раскаиваюсь в прахе и пепле. Слушай внимательно. Я не должен быть уверен в своей совести, в своей правоте, но Бог, Он прав. Иисус говорит, когда уже пришел к суде, все, уже поздно. Истинно говорю, если ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондранта. Знаешь, что такое Кондранта? Долг. Твой, брату твоему. Пока не отдашь все. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. Седьмая заповедь. Он учит закону. Он просто разъясняет закон. А я вам говорю, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Там, наверное, мужчины только были. Женщины так не смотрят. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Вы помните, что в гиене еще находится? Это тоже непригодный человек. Тот, который говорит безумец на брата своего. Тот, который не любит ближнего своего. Тот, который мечтает о чем-то, тоже непригодный. Если правая твоя рука соблазняет, отсеки ее, брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, не все тело было ввержено в гиену. Лучше пускай у тебя будет какой-то недостаток. Слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты услышал меня. В данной жизни. Но ты приспособлен. Скоро приедет проповедовать Ник Вуйчич снова в Украину. И он без рук, без ног. Живет лучше всех. Жена красавица. Дети у него есть. Все хорошо. И жизнь состоялась. Без рук, без ног. Можно с Богом жить без рук, без ног. Слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты услышал. Можно ограниченным быть в чем-то, чтобы получить все. Я вам хочу сказать, часто мы должны ограничивать некоторые вещи. И Иисус говорит, что лучше ограничь себя в этом. Отруби и отсеки. Чтобы даже не смотреть, даже не видеть, даже не приходить туда. Беги! Библия говорит, бегайте в луда. Что делайте? Бегайте! Избегайте его! Закон и пророки. В этом закон и пророки. Смотрите дальше. Интересно. Я скажу на так же. Если кто разведется с женой своей. Смотрите, интересно. Пусть дается разводную. Это закон. Правда? В законе так написано. По закону легко. А я говорю вам. Кто разведется без вины, тот подаст ей повод прелюбодействовать. Вы знаете, есть вина. Непригодность. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Повод. Я хочу, чтобы вы услышали. Мы даем повод. И он говорит, ваша жизнь не должна давать повод другим, чтобы о тебе говорили плохо. Чтобы твоя жизнь была плохой. И даже другие могли грешить. Еще слышали, что сказано древними. Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твоей. А я говорю вам. Вообще не клянись. Лучше говори да и нет. Знаете, как христиане сейчас говорят? Ну, если будет воля Божья, и мы... Они не хотят делать. Они съезжают. Они говорят ни да, ни нет. Если будет воля Божья, тебя да или нет, спрашивают. А ты съезжаешь. Я тоже такой. И мы часто говорим неправильно, лицемерим. А он говорит, я не хочу, чтобы у вас было это. Ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев. Мы можем по Ивану ли фарисеями стать? Делать, как по Ивану ли? Типа. Жизнь. О, дальше. Дочитаем. Интересно, дальше. Я говорю вам вообще не клянись. Не землей, потому что она подножия ног его. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше да, нет. А что сверху этого? Тот лукавый. Да, да? Нет, нет. Не лукавит. Хватит лукавить в своей жизни. Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб. Закон. Он говорит, нет, вы даже не поняли, что он говорит. А я говорю, не протився даже злом. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Твоя праведность должна превзойти праведности кого? Харисея. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним в какое-то поприще, иди с ним и два. Он заставил тебя одну пойти. Так ты и второе пройди. Я вас принудил идти одно, вы должны со мной идти и второе. Вы знаете это? А если нет, это не любовь, это самообман. Иисус говорит, если я принудил вас идти со мной, то иди едва. Возьми свой крест и следуй за мной. вы слышали, что сказано люби ближнего, ненавидь врага, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, добуйте сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему сходить на злыми и добрыми, посылает должностно праведных и неправедных. А если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Я хочу получить награду. А если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Они тоже делают и язычники. Итак, будьте вы знаете, для чего был закон дан? для совершенства. Прочтите это со мной. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш небесный. Скажи, я должен быть совершенным. И что наша цель является? Совершенствовать во Христе Иисусе. Он нас спас и Христос, чтобы свидетельствовать о тебе, я буду совершенствоваться. я буду совершенствоваться. Я буду совершенствоваться. Слушай дальше. Шестая глава мы продолжим потом. Потом он говорит интересную вещь. Он говорит и учит о молитве. Это все последовательно. Вы знаете, общение с Богом после определенных обстоятельств, после определенных дел, после определенных поступков. Ты не мог прийти к Богу без жертвы. Ты не мог к Богу прийти просто так с пустыми руками. Ты не мог ничего не сделавши прийти к Богу. Кто-то говорит, ну мы сейчас приходим через Иисуса Христа, Он все соделал. Аминь. Но наша сторона, наша часть, Иисус учит о праведности. И Он говорит, что мы должны войти в это снова. Субтитры